очень большой привет я начинаю новый влог организация вещей так будут называться эти влоги скорее всего в этих влогах я не буду показываться или совсем чуть-чуть а буду показывать то что я делаю не обращайте внимание у меня работает посудомоечная машинка поэтому немного шумно я у меня такая идея потому что многие спрашивают как мне удается сохранять чистоту и порядок доме когда маленький ребенок когда снимаю видео семья и так далее я буду показывать вам кое-какие приемы которые для меня совершенно нормальные а для вас может быть это что-то новенькое и начнем сегодня вот с таких обычных деталей я всегда выбрасываю коробки от всего если я покупаю чай вот это был кусми чай дарил мне его муж то когда он целый да можно поставить просто коробочку красивую вот такую на стол или куда вы хотите но вот коробки картонные они всегда занимают очень много места многие у меня спрашивают что это за коробочка у меня стоит на вот этом как это называется наверное бар да или пристройка к столу плите это коробка с чаем я покупаю пакетики хотя сейчас и прихожу к мнению что подпить пакетики это не очень хорошо даже если они биологически не такой вкус я очень люблю заваривать чай сама или на россы брать чай поэтому пока осталось пока муж подарил вот этот чай я выбрасываю все коробки вот эту конечно же я сохраню скорее всего я спущу ее в гараж так как там я тоже раскладываю убираю у меня идет такое расслабление расслабление перед новым годом и и я куда-то приспособлю а вот такие картонные коробки я просто разрываю и в специальную мусорку сразу остается место и что я хочу вам еще сказать девчонки будем делать такие серии видео самое главное для меня так как сейчас времени все меньше и меньше саша в школу хочу снимать видео много идей я оставляю на видном месте все по минимуму такой минимализм и убираю все в шкафчики но и в шкафчиков потому что вот посмотрите простое пространство пустое взял у меня альколь минаже это просто алкоголь да такой для уборки очень вкусно пахнет у меня с лимоном протер вот это стекло оно неудобное но мы сделали его для того чтобы огородить плиту чтобы не обжел не обжечься ни самим ни саши просто протер протел стекло и по минимуму у меня всегда стоит корзина с фруктами и салфетки которые то что быстро протерла быстренько и все чем меньше тем тише и меньше всякой разной пыли плита у меня в принципе я протираю ее или вот таким средством или у меня у меня все меньше и меньше средства потому что я перехожу на минимум вода это здесь такой слив от машинки то есть посмотрите у меня все меньше и меньше всяких разных химических средств ну я сделала выводы по поводу органических средств какие то мне нравятся какие то мне совсем не нравится поэтому я вам потом про это расскажу и плиту я очищу вот такой штучкой также а в общем здесь мы приходим прихожу я к тому что мы покупаем очень много ненужного ну это в другой раз а сейчас а сейчас я продолжаю мой влог сейчас быстро протру почищу принципе после каждого обеда и что я хочу сказать и будем с вами также разбирать шкафчики потому что в шкафах тоже накапливается очень много ненужного а я хочу провести полное расхламление перед новым годом и разобрать может быть какие-то крупы какие-то печенья ненужные то что я уже не ем то что уже просрочно хотя у меня естественно этого очень мало но я хочу все таки разобраться еще потому что иногда покупаешь вот даже коробочки под камамберпаж да что-то и они не нужны и будем с вами разбирать наверно будем брать шкафчик 1 разберем все другой тоже будем разбирать значит вот как то так если вам нравятся такие видео то обязательно ставьте пальчики вверх здесь тоже очень иногда вот просто не знаю как вы годами не берешь вот у меня нету салфеток таких как сказать тканевых поэтому скорее всего я этим буду не буду пользоваться и фотографии вставлять я тоже скорее всего не буду это просто алфетницы такие они красивые ну заморочки для меня поэтому будем все это разбирать просто универсальное средство она для всего я протираю у меня есть разные тряпочки я их потом стираю и протираю им все эти сиденья тоже просто ужасные так скажем они смотрятся очень красиво но на них постоянная грязь и также если вы сядете я уже как-то говорила в джинсах голубых если краска джинс немного так сказать линяет то все сиденья практически можно выбрасывать у нас был такой опыт плохой даже вот остались наверно следы со временем они уходят ну очень трудно их удалить поэтому в принципе не надо 150 средств если вы не аддикт такой уборочных средств потому что есть такие люди которые скупают все подряд и так надеюсь что шум вам сильно не мешает совсем забыла и включила машинку я мадам бумажные салфетки у меня они идут просто рулонами и что я хочу вам сказать такой маленький секретик если будете делать ремонт то обязательно план работы не обязательно но советую вам сделать темным потому что на нем совершенно ничего не видно если даже жир просто протер и все и у такой под камень матовый и также обожаю просто обожаю включу сейчас вам свет у нас так вот задеваешь включается подсветка обожаю мою мою раковину тоже на ней совершенно не видно грязи это просто идеально вот раковина она конечно сливается с планом работы рабочим планом ну просто это классно протер и у меня для раковины есть средства сейчас я вам его покажу все что я здесь вам показываю это мое чисто субъективное мнение то что хорошо для меня может быть плохо для вас так что давайте воспринимать все как взрослые люди и так я пробовала различные органические средства у меня даже они еще остались но я поняла что меня они не устраивают не устраивают в том что раковины туалет ванная комната остаются грязными много разводов приходится делать намного больше усилий проводить больше времени поэтому я выбрала средства которая очень быстро да она пахнет плак пахнет хлоркой потому что это сиф ультра пауэр анти муазизюр против налетов против как это сказать плесени вот и он с хлоркой вот такое средство я очень его люблю чищу им раковины кто не любит хлорку не смотрите в его сторону потому что пахнет достаточно сильно например вот такие алюминиевые наверное как это сказать детали всякие разные кранчики просто побрызгали оставили на несколько минут и все протерли тряпочкой все чисто вся весь налет вся плесень все сразу уходит поэтому я оставляю только вот это средство в моей в моем шкафчике я понимаю что вот такие столики это очень красиво со стеклом но это очень непрактично особенно у кого есть детки постоянно оставляют пальчики следы от пальчиков ручками в общем да и сами постоянная пыль в общем не люблю не люблю но очень красиво муж купил поэтому приходится жить с закрывать какими-то салфетками тоже мне это все не нравится ну не мой этот стиль и небольшой тоже такой трюк так наверное сказать по-вранцузски или мой секретик в общем даже не секрет а как бы советик маленький если вы живете одна если у вас много времени и вас это не затрудняет туда вы можете наставить украсить как вы хотите но если вы хоть вы хотите чтобы было чисто и сэкономить время а еще если маленькие детки то на самом деле не выставляете много всего поэтому я естественно выставила книжки чашку но это я блогер когда я снимала делал фотографии и оставила здесь но на данный момент сейчас кружку у меня пойдет шкаф потому что все это собирает пыль и когда мы делаем уборку приходится в два а то и в три раза больше времени на уборку а книги лучше всего шкаф если вы читаете или в какое-то другое место я пока знаю пока у меня не будут вот здесь так как я их читаю потому что здесь все таки пыль не так собирается и а столик приходится постоянно протирать и чтобы это было быстро я оставлю елочку которую мы заджигаем вечером сашию заранее принес из гаража украсил просто убрали протерли и все и никого не стесняет это быстро хорошо то есть выставляем все предметы по минимуму естественно хочется иногда и заменить украсить хочется новое деко поставить что я делаю я просто убираю шкаф и выставляю то что мне нравится и потом снова заменяю как картинки на моем бюро свечи свечи я пытаюсь зажигать чтобы ну чтобы не стояли вот как на моем камине например там я не зажигаю только собирает пыль надо бы ее поставить каждый вечер зажигать свечи они для того есть свечи чтобы мне просто умиляет иногда девчонки купят красивые баночки свечи им жалко но они они стоят собирают пыль я понимаю что не во всех странах не везде есть достаток но для меня свеча должна гореть или это просто мертвая свеча никому не нужная только ради бога не воспринимайте как критику это просто мои размышления слух мы с вами беседуем такой влог болталка тире убиралка и так моя свеча нужно будет ее зажечь сегодня вечером у меня уже есть две коробки я чуть-чуть начала без вас перебирать это две коробки в которые я буду раскладывать то что из кухни я хочу сохранить то есть не то что хочу сохранить а то что я чем я не пользуюсь но мне жалко я в коробку и посмотрю через несколько месяцев если через несколько месяцев после нового года я не будем не буду этим пользоваться так тогда да на продажу на дачу если же мне понадобится то найду этому предмету свое место это пока пустая потому что здесь я буду раскладывать свои формочки которые мне на самом деле нужны которые я недавно купила это формы для пирожек для для кухни для кухонная утварь а вот в эту пойдут такие вещи как например вот это которую очень часто мы приобретаем что-то и потом не пользуемся то есть деньги выброшенные на ветер смаху вроде надо а потом уже и не надо вот такая штучка она для того чтобы когда мы пьем кофе или чай и смотрим фильмы в принципе интересная вещь ну как-то она смотрится кутся чтобы поставить сюда чашку с чаем чтобы не раздумать не знаю как то не пользуюсь я ей я вообще покупал для того чтобы делать фотографии на ней но она мне не подошла в общем не пользовалась уже несколько месяцев поэтому она уйдет здесь мы еще деревянную утварь я также это все буду перебирать силиконовые такие вот шапочки они в принципе классные но не на все подходят то есть вот какой-то размер они выбрали вот это вот она ни к чему не подходит ни к тому ни к сему есть одна которая подходит очень хорошо на чашечки такие для завтраков а вот это и большая на консервную банку в консервных банках я не храню поэтому нет покупала штучку для коврик делать суши но суши никогда не делала и скорее всего не буду делать поэтому нет это вещи от плиты от моей поэтому сохраняем я вам сейчас здесь показываю приблизительно вот эти две штучки купила для того знаете когда раскатываем тесто я показывала во влогах такие гаджетики чтобы делать рисунок на тесте или чтобы тесто знаете не поднималась не вздувалась слоеное тесто чтобы сделать дырочки тоже неудобные они большие и как-то я ими не пользуюсь так эти штучки вам показала не пользуюсь в общем здесь осталось уже немного вот в эту коробочку я поскладываю все что деревянное то что я люблю остальное уйдет у меня на продажу на рынок скорее всего в общем как то вот так мои хорошие обязательно поддержите меня пальчиками вверх если хотите продолжение такой разборки расслабления предновогодние расслабление также призываю девчонок блогеров сестренку мою дели на франции так далее поддержать меня взять эстафету и показать вам как кто готовится к новому году может быть во влогах может быть отдельные видео просто рассказать что вы будете делать как будете убираться в общем почему нет давайте поддерживать друг друга я вам всем желаю хорошего дня приятного вечера и до скорой встречи на моем канале ваша светлана франция всем пока